Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как устроиться на работу во времена экономической нестабильности? Какие дополнительные меры в сфере занятости населения принимаются сегодня? Об этом говорим. И в нашей студии замминистра Министерства труда, занятости и иммиграционной политики Самарской области Александр Дорофеев и директор Центра занятости Самары Игорь Рязанов. О том, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на рынке труда и ваши вопросы нашим гостям озвучивайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Александр Олегович, Игорь Викторович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям и, конечно, по данным статистики, вот эта ситуация на рынке труда, она сегодня ухудшается, улучшается или остается такой стабильно неизменной? Потому что все мы понимаем, что экономическая ситуация поменялась. Ситуация на рынке труда сегодня не критическая. Сегодня по сравнению с первым января нынешнего года, если сравнить с прошлым годом, численность неработающих населения, оставшихся безработными, повысила всего на тысячу человек. То есть у нас продолжает уровень безработицы стоять на уровне где-то 0,6% всего лишь. То есть это такая стабильная цифра, которая наблюдается за последние несколько лет. Но все-таки... По области в целом ситуацию, то у нас, если брать уровень безработицы, на сегодняшний день он равен 1,1%. Год назад это было 1%. То есть 1,1% прибавилось. Но опять же хотел бы отметить, что сегодня ситуация достаточно стабильная на рынке труда в Самарской области. Понятно. А что происходит? Сокращение происходит на предприятиях? Вот почему этот уровень все-таки ненамного, но повышается безработка? Здесь хотел бы отметить, что сокращение минимальное. В основном идет... Многие организации предприятия сегодня приостановили набор. У нас же всегда есть текучка определенная. То есть люди увольняются, кто-то ищет лучшую работу, кто-то просто хочет поменять сферу деятельности. И сейчас, когда они выходят на рынок труда, немножко сложнее найти вакантное место, потому что многие организации, предприятия придерживают свои вакансии, приостановили набор. Тем самым вот этот вот небольшой рост можно вот этим идентифицировать. Ну и в то же время есть ряд высвобождений. Допустим, там опять же тот же АвтоВАЗ, ЦСКБ «Прогресс», который тоже дает небольшую статистику. А в каких сферах еще, кроме АвтоВАЗа, происходит сокращение сотрудников? Вот я слышала про банковских работников. Это так? Вот чтобы даже можно прогнозировать было людям, вот немножко вперед, какие сферы остаются такими, становятся критичными? Вы знаете, банковская сфера скорее сократилась не из-за того, что началась безработица как таковая, а из-за того, что пошла политика Центробанка по сокращению количества банков. И вот когда банки стали признаваться один за другим несостоятельными, вот здесь началось высвобождение. Просто так, я бы сказал, что банки не сокращали в больших количествах своих сотрудников. Там есть определенная текучка менеджеров, такого персонала, который, так сказать, вот работает непосредственно с клиентами. Это, в общем-то, постоянное явление. Поэтому сегодня, да, на рынке присутствует большое количество белых воротничков из банковской сферы, которые ищут свое применение в другом. Вот есть такое понятие баланс трудовых ресурсов. Вот можете коротко, кратко описать, вот какой он сегодня баланс? Где перевес, так скажем, сотрудников-работников, в каких отраслях? По статистике Центра занятости сегодня 70% белых воротничков стоит на учете, и только 30% это рабочие. Хотя востребованность совершенно наоборот предприятия. То есть вакансии у нас порядка 75% по области, это вакансии рабочих специальностей. И, причем, достаточно адекватные заработные платы, в средние там 25-30 тысяч рублей, это вакансии, которые идут именно по рабочим специальностям. Вот вы, зная такую информацию, такой дисбаланс, перевес в той или иной отрасли, что предпринимаете, вот областное правительство и, в частности, министерство труда? Ну, здесь, наверное, стоит сказать о том, что эта работа не первый год ведется. Мы об этом и говорим много, и проводится ряд мероприятий. В том числе у нас есть в рамках проведения активной политики занятости, все центры занятости имеют ряд функций и полномочий. В том числе, наверное, переобучение людей, пришедших в службу занятости, переобучение на рабочие профессии. А вот сразу вот уточню, есть такие желающие, вот на самом деле, потому что вы можете проводить, конечно, обучение, переобучение? У нас переобучение в год проходит около 3,5 тысяч человек. Это ежегодно. И переобучение ведется примерно по 90 специальностям, из них порядка 70 – это рабочие профессии. Абсолютно разного спектра, по всей области. И хотелось бы отметить, что даже люди, служащие, там, белые воротнички, они в основном даже иногда идут на рабочие профессии, потому что это гарантированное место трудоустройства, это гарантированная средняя заработная плата. И почему нет? То есть это готовые переквалифицироваться. Но это вот наша постоянная деятельность, которую мы ведем из года в год. Хотелось бы отметить про нашу новую программу, которая реализуется правительством Самарской области, программу дополнительных мероприятий на 2015 год. И эта программа является, скажем так, пилотной программой. У нас в России на сегодняшний день всего лишь 4 региона в Российской Федерации, которые получили федеральное софинансирование. Это Тверская область, Алтайский край, Татарстан и мы, Самарская область. А на что она направлена? Основная цель какая? Основная цель – это поддержать предприятия и организации в сегодняшнее кризисное время, чтобы они не увольняли, не сокращали людей, а переводили на новые вакансии. А еще до того, как люди останутся без работы. Конечно. То есть на тех людей, которые… Это основной акцент, чтобы не выводить на открытый рынок труда людей. Потому что много профессионалов сегодня работают, которым, например, нет заказов какого-то определенного уровня у предприятия, но они появятся через полгода, через год. Это можно на мероприятии временной занятости. Организуем временную занятость для таких людей, чтобы они удержали это время на предприятии. Дать возможность предприятию построить новые цеха, новое оборудование привести, какие-то пусконаладочные работы произвести. Также мы проводим профессиональное переобучение. Это опережающее профобучение. Здесь не нужно увольнять работника. Во время основной работы можно… Да, его можно переобучить на новую специальность, которая востребована сегодня на рынке труда, на этом же предприятии, и перевести. Причем из федерального бюджета, из областного бюджета, несмотря на такую напряженность бюджета, изысканы средства на то, чтобы выплачивать стипендию, достаточно хорошую, 11 тысяч рублей в месяц, выплачивать среднюю стоимость обучения, тоже оплачивается областного бюджета. То есть такая достаточно хорошая программа. Материально в том числе. Вот скажите, пожалуйста, Игорь Викторович, была озвучена вот такая идея, что организовывать временную занятость. В центре занятости Самары есть такая возможность? Вы можете вот такие вакансии на временную занятость предоставить людям? Вот это как-то практикуете? Здесь разговор идет о том, что предприятия, у которых люди попадают под сокращение, могут к нам обратиться, заключить договор сначала с правительством Самарской области на получение денежных средств, вот, а затем и в центр занятости, таких предприятий сегодня по Самарской области уже есть несколько, то есть это и Евротехника, это Самарская кабельная компания, Авиакор, вот, и мы сегодня, обращаясь, так сказать, вот из этой студии тоже, говорим о том, что если кто-то еще не знает из предприятия о том, что есть такая программа, и есть люди под уже готовых валения. А временная занятость это вот на какой период? Предприятие вы назвали, а что подразумевает вообще временная занятость? Какие вот гарантии, какие условия работы? Временно это на сколько? Это на 4 месяца. Ну, в среднем. Да, в среднем. Предприятию предоставляется денежные средства на то, чтобы их работники, частично работая на своих рабочих местах, еще выполняли некие работы, которые бы способствовали тому, чтобы предприятие модернизировало, может быть, свое производство, делало, возможно, какие-то новые... Помощь предприятиям, понятно. К нам поступают уже первые звонки от телезрителей, 202, 11, 22, звоните, еще есть время. Любовь Ивановна высказывает свое мнение, что она против мигрантов, которые здесь не платят налоги. Вот действительно, когда людям не хватает работы, они начинают смотреть по сторонам. По мигрантам хотел бы отметить, что, во-первых, вот эта тема, она очень острая, она всегда вот на самом острие, ее все пытаются поднять. Хотя хотелось бы сказать, что здесь по статистике у нас мигрантов работает порядка 70 тысяч человек по области в год. По области? По области. То есть, это где-то примерно полтора-два процента от всего трудоспособного населения, от всех, кто работает в принципе в области. Это не является какой-то критической массой. То есть, и они в основном работают на таких строительных объектах, там, где не очень востребованы эти вакансии местным населением. Мы всегда, в первую очередь, делаем эти вакансии, предлагаем нашим местным, безработным, нашим местным населению. И если они не заполняются, тогда уж после этого приглашают сюда мигранты. Понятно. И здесь, опять же, про налоги. Хотелось бы отметить, что в этом году, с 1 января, ввелось изменение в миграционное законодательство. И теперь мигрант, он обязан приобрести патент на работу у нас в области. И стоимость патента в месяц 2,5 тысячи. Это ежемесячно. 2,5 тысячи он платит в областной бюджет. И они поступают в областной бюджет в полном объеме, в стопроцентном. Плюс он покупает полис медицинского страхования, обязательного для себя. И плюс он сдает экзамен на знание русского языка и истории права. Поэтому надо отметить, что в этом году миграционное законодательство стало жестче. Мигрантов не стало меньше. Но это на качественном составе, так скажем, тоже отразится. Ну, конечно. К нам приезжают уже более квалифицированные специалисты. И в то же время, еще раз повторюсь, они не занимают те места, которые могли бы занять наше местное население. Скажите, Игорь Викторович, обращаются мигранты в центр занятости? Вот вы с таким контингентом работаете. Какие у них потребности? Что они ждут? Ну, у нас вообще мигранты не обращаются с точки зрения встать на учет. Но как найти работу, безусловно, они могут подойти, им также будут оказаны услуги центрам занятости. Но в большинстве своем... Потока массового нет, да? Да, потока, конечно, нет. Мигранты, они уже пересекают территорию, они приблизительно знают, где они будут работать. Вот. Хотя у нас тоже открыт миграционный центр на базе центра занятости. И некий поток такой небольшой мигрантов, он есть. И там, естественно, оказываются им услуги. Но они отдельно находятся, так сказать, от основной нашей массы. Следующая реплика, прокомментируйте, пожалуйста. Сейчас спад на рынке труда, многих увольняют, потому что спали продажи, производство, кредитование. Все, на что максимум можно претендовать, это сезонные персоналы, официанты, работники баз, лагерей, временные работники на период отпусков. На самом деле, наверное, это все-таки не так. Есть действительно новые вакансии, которые появляются на летний период. Но у нас в базе вакансий порядка 19 тысяч. Вакансий сегодня в Самаре требуется. Временная работа на лето, да? Нет, не только на лето, а вообще, в целом. И если говорить о том, что у нас сегодня стоят на учете всего 4 тысячи человек, то вы понимаете, да, у нас, в принципе, каждый человек, в общем-то, может себе найти работу. Другое дело, что качество данной вакансии, как мы ее привыкли называть, заработная плата, это вакансия, возможно, она не совсем высокая, потому что она начинается там и от 8 тысяч, это уж самые неквалифицированные, и выше. Но есть вакансии и хорошие, и по 50, и по 60 тысяч, но туда требуется, естественно, хорошее. Квалифицированные, рабочие, наверное, просветные. С опытом, самое главное, с опытом работы, и не один год в тех или иных условиях. Я могу сказать, что сегодня предприятия очень хотят себе заполучить, например, людей, которые работают на станках ЧПУ с программой управления. И что интересно, что уже со средним образованием туда человеку трудно устроиться, они уже предпочитают пригласить с авиационного института, выпускника, который уже более подготовлен, соответственно. То есть появляется технологичная, очень технологичная, высокотехнологичная профессия, которая требует достаточно знаний, умений, но и, соответственно, они оплачиваются хорошо. Но если мы говорим о том, что пойти работать неквалифицированно, то за неквалифицированный труд у нас, к сожалению, и плавит. Ну а с точки зрения уборки города, ну вот здесь у нас микранты, они тоже помогают нам очень сильно. Особенно посмотрите, как хорошо был убран город к 1-9 мая. Да, мы все это прекрасно видим, да, вот стоит посмотреть на улицы города, и мы видим, кто чем занимается. Хотелось бы еще раз напомнить телезрителям, телефон прямого эфира 2211-22, звоните, у нас еще есть время. Вопросы по трудоустройству, если вы не можете найти работу. У нас высококлассные сегодня специалисты, профессионалы в этой области, которые, может быть, вам дадут совет. И хотелось бы про специфику все-таки летнего времени по трудоустройству узнать, легче устроиться летом на работу все-таки, или есть определенные сложности. Стоит вот пробовать летом устраиваться активно, добиваться этой цели, либо подождать до осени, когда может быть какой-то другой ракурс? Ну, здесь, если речь вести о временной занятости или о постоянном работе, то, конечно, если временная занятость, есть так называемая сезонная занятость, особенно она очень популярна в сельских территориях, там, где уборочная страда. Да, да. И, конечно, в летний период трудоустройство, допустим, в сельских территориях намного проще на временной работе. Если вести речь о постоянной работе, особенно, допустим, в Самаре, такой временной практически нет. Ну, то есть минимальный объем таких вакансий, который вот сезонность какая-то подразумевается. Потому что, допустим, уборка города, она и летом, и зимой происходит. Здесь сложно как-то обознать, что здесь лучше, здесь больше. Поэтому, ну, на наш взгляд, и сейчас хорошее время для того, чтобы трудоустроиться, тем более, если брать, опять же, Самару, допустим, как вот же правильно отмечено, в пять раз вакансий больше, чем стоящих на учете. Да, уж удивительно. Если брать в целом по области, у нас ситуация чуть похуже, у нас порядка 40 тысяч вакансий на 20 тысяч безработных. Это в целом по области. То есть получается один к двум. Две вакансии на одного претендента. Ну, здесь мы еще хотел бы отметить вот про нашу программу дополнительных мероприятий. И хотел бы такой момент провести. У нас в Самарской губернской думе был одобрен закон и принят о квотировании мест для инвалидов на предприятиях и организациях Самарской области. И этот закон уже вступил в силу. То есть он подразумевает, что у нас сократилось количество, ну, скажем так, квотируемых мест из-за того, что ввелся закон о специальной оценке условий охраны труда. У нас получилось так, что многие предприятия стали не подходить по своим условиям. То есть там вредные рабочие места. И поэтому вот этот закон, он обозначил, что теперь под квотирование попадают все организации со средней списочной численностью от 35 человек. То есть если это было от 100 человек, то теперь от 35. И поэтому хотел бы отметить, что сюда попадает и даже малый бизнес, и средний бизнес. Для этого, вот для трудоустройства инвалидов в этом году, вот в рамках нашей программы ДОП-мероприятий, есть такая замечательная возможность трудоустроить инвалиды под квотируемое место, например. И областной бюджет берет на себя полностью оплату его заработной платы. Тем самым мы обеспечиваем работу для инвалида. И это, опять же, самая такая уязвимая категория, если инвалид выйдет на рынок труда, ну, вероятность его трудоустройства не очень большая. Поэтому мы стараемся вот помочь, в том числе и таким категориям трудоустроиться. Мы поддерживаем своей стороны именно обеспечением заработной платы. Можно я добавлю, что в центре занятости у нас по четвергам, вот уже два месяца, проходит собрание предпринимателей, на которых наши сотрудники рассказывают, вот для них же это новое, да? Конечно, да, да. То есть открытое, квотируемое место принятия инвалидов и так далее. Вот. И мы рассказываем, как это правильно сделать, как его принять, как необходимо с ним, так сказать, вот сотрудничать в рамках этой работы. И мало того, что зарплата будет оплачиваться до конца года его, так за каждым инвалидом еще стоят определенные суммы денег, которые предприятие может потратить на обустройство рабочего места, и оно будет компенсировано. Такая программа была и в прошлом году, за исключением только одного. Не оплачивалась еще зарплата. Но в этом году федеральные деньги, областные деньги пришли, и мы имеем возможность как оплатить зарплату тем предприятиям, которые брали и в прошлые годы, вот тех, значит, людей с ограниченными возможностями, которые у них до сих пор работают, так и в этом году, давая предприятию от 65 тысяч на оборудование рабочего места, то есть, ну, к примеру, нужен вам бухгалтер, вы покупаете ему компьютер, стол, стул, оборудовали место. Или, так сказать, оно у вас, в принципе, есть, есть какой-то, может быть, станок небольшой, который вам нужен. Пускай он стоит 120 тысяч, 130 тысяч. Половина этой суммы 65 тысяч, мы вам ее компенсируем. Соответственно, работник будет работать и плюс получать до конца года еще ту заработную плату из расчета, там, вместе с налогами, где-то 11 тысяч. Понятно. А предприниматели, вот тоже такое какое-то слабое звено стало, потому что, вот как уже сообщали, что какой-то происходит спад в экономике, они могут рассчитывать на какие-то субсидии все-таки от областного правительства? Ну, опять же, вот... Чтобы в кризис уже предприятие не ушло совсем, вот их небольшое. Ну, это именно мы сейчас говорим об открытии собственного дела, об открытии малого, скажем так, предпринимательства, и, опять же, вот в рамках нашей программы есть возможность получить гранты на открытие собственного дела. На сегодняшний день они равны сумме 300 тысяч. Это на открытие собственного дела, под социальные проекты. И вот у меня уже есть список. Здесь у нас на сегодняшний день более 50 проектов уже открыли. И именно вот в социальной направленности предполагают, что дальше они будут работать. И это поддержка как и молодых людей, которые открывают свое дело, а это в основном молодые люди в возрасте от 22 до 30 лет. И в то же время вот направленность таких социальных проектов огромная. То есть она разносторонняя. А вы можете вот расшифровать, что такое вот социальный проект? Социальный проект – это, ну, все, что связано, допустим, с профессиональной ориентацией, с оказанием услуг для пенсионеров, для детей. Это открытие спортивных клубов, это, возможно, открытие учебного центра. Вот, допустим, у нас… Детских садов. Детских садов. У нас очень сегодня популярно открытие таких садов для малого количества детей, которые открывают там в каких-то помещениях или даже на квартирах, для того, чтобы максимально детишек увлечь и тем самым разгрузить сады. Плюс здесь у нас и много творческих направлений. Открытие творческой мастерской, по архитектуре дизайна, у нас культурно-просветительские направления, организация культ-праздников, организация спортивных мероприятий, спортивная цирковая школа, велосипедный туризм. То есть вот такие вот направленности, они очень интересные. 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей на такой проект. И мы опять же призываем молодых людей в возрасте от 22 до 30 лет, если есть желание открыть свое дело, могут прийти в Центр занятости, в Центр занятости Самара, в другие центры занятости по области и поучаствовать в данной работе, в данной деятельности. Мы помогаем написать проект, поможем бизнес-план составить. То есть здесь служба занятости наберет на себя вот достаточно такой большой фронт работы. И мы считаем, что это очень интересное направление, очень хорошее такой, можно сказать, толчок для развития дальнейшего. Потому что мы делали статистику, и на сегодняшний день вот с нашей помощью, кто открывал собственное дело, больше 50% продолжают дальше работать больше года. Это, на наш взгляд, такая возможность развивать свое дело дальше и дальше. А уже поддержка со стороны правительства в области, она идет и в начале, и затем. Да. Значит, приоритетные направления. Можно я хочу сказать, что каждый год у нас за последние несколько лет есть программа, по которой мы выдавали предпринимателям, которые стоят на учете в Центре занятости и хотели бы открыть свое собственное дело, 65 тысяч. То есть эта программа, в принципе, была ежегодной. Но в этом году еще к этой программе дополнительно федеральный бюджет зазыскал деньги, и вот на социальные именно программы вот эти 300 тысяч субсидий, безвозвратных, я подчеркиваю, без всяких процентов, то есть необходимо только составить бизнес-план, прийти к нам, и есть ограничения. Человек не должен стоять у нас в службе занятости и не должен быть акционером какого-либо предприятия или иметь свое собственное дело. То есть он должен его открыть заново. Поэтому сегодня мы встречались и в вузах с ребятами, с молодыми. Сейчас пишут проекты такие ребята в медицинском, в экономическом вузе. Есть люди, я знаю, которые хотели получить гранты по другим направлениям, где наоборот не должно быть никакой коммерческой составляющей, и которые, так сказать, вот не получили, они, наверное, придут к нам и получат эти гранты у нас. Потому что здесь у нас некоторая экономическая составляющая, она в любом случае должна быть, потому что бизнес должен развиваться. И он должен кормить того, кто нам сделал. Но социальная направленность должна быть, да. То есть это и с медициной, как уже здесь сказали, и с художественными, и с спортивными. Тут достаточно широкий спектр. И если сейчас кто-то видит, может быть, строчка идет, вот куда обращаться. Телефоны, да, должны. Телефоны, это телефоны центра занятости. И как раз вот по этим программам. Да, если по этим программам туда позвонить, по этим телефонам, там получится квалифицированный ответ на все вопросы. Вот, кстати, один из пунктов еще из программы, это помощь людям, находящимся под резком увольнения. Вот хотелось бы все-таки уточнить, какая помощь окажется именно людям? Уже не предприятиям, которые будут там места... Да, 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 помощь людям. Здесь имеется в виду как раз то, что временная занятость. И здесь, если идет риск увольнения для человека на предприятии, то вот в рамках нашей временной занятости мы даем возможность этого специалиста удержать на предприятии. А вот какой механизм действия для самого вот этого трудящегося, который находится под резком увольнения? Механизм действия очень простой. Здесь предприятие понимает, что на сегодняшний день ему данный специалист не нужен. Но нет для него работы. Но они понимают, что, допустим, там через полгода у них появится какой-то новый заказ. И если они сейчас его уволят, через полгода, ну, может быть, он переквалифицируется или куда-то уйдет. Им не хочется терять этого специалиста. Они обращаются к нам, и мы выделяем поддержку, финансовую поддержку для того, чтобы этого специалиста удержать. В размере 11 тысяч рублей в месяц мы оплачиваем ему, по сути, заработную плату за это время. А в это время он или на данном же предприятии работает, там, допустим, по другим направлениям. Ну, строительство, я говорю, какого-то, допустим, нового корпуса, или создание новой пусконаладочной линии, или какие-то другие, другой фронт работы. Но за наш счет, то есть, допустим, за счет областного бюджета, федерального, вот эти полгода он может быть на предприятии и не увольняется. Тем самым мы поддерживаем и предприятие, и самого человека. То есть он не входит на рынок труда, на открытый. Он работает на этом предприятии с потенциальной возможностью трудоустройства уже затем на этом же предприятии, но, например, на новое какое-то место работы, когда появятся заказы. Это вот временная занятость. И еще раз, опережающее обучение, хотел бы коснуться, тоже здесь очень хорошее направление, что его переобучают, допустим, на новых специальностей, или повышают ему разрядность. Ну, например, там был он токарем четвертого разряда, приходит новое оборудование и требуется уже его новая квалификация. Опять же, за счет областного бюджета возможно его повысить знания, квалификацию и поставить его уже на новый станок, на новое оборудование. Это тоже оплачивается за счет бюджета области и федерального бюджета. Тем самым, давая возможность ему остаться здесь же. Понятно. И вот, все-таки, конечно, вот такая разница, вот как Игорь Викторович говорил, 14 тысяч вакансий, или сколько, 19 тысяч и 4 тысячи только желающих. Хотелось бы вот про банк вакансий поговорить все-таки подробнее, чтобы люди знали, какие существуют на самом деле вакансии сегодня, какие наиболее востребованные специальности, чтобы действительно вот обратиться и переквалифицироваться, переучиться или еще что-то, и что-то предпринять. Вы знаете, вот... Тем более за деньги бюджета. Муниципальные предприятия и еще одно предприятие, есть такое предприятие Качим у нас в Куйбышевском районе, оно, кстати, предприятие, которое работают инвалиды. Вот, мы ему тоже помогаем, уже не первый год, они купили оборудование на наши деньги. Им нужны плотники. Вы представляете, у нас в Самаре невозможно найти плотника. Вот у нас сегодня стоят два человека предпенсионного возраста, вот, и никто их, в общем-то, и не готовит, по большому счету, в Самаре. То есть это на предприятиях достаточно большая дефицитная специальность. Я уж не говорю о красной деревщике или еще кому-нибудь. То есть это достаточно редкие специальности, которые, в общем-то, хорошо оплачиваются. Как ни странно, у нас много стоят водителей. Хотя, в общем-то, в ВТП водители нужны. Но водители хотят работать на машинах, например. И вот здесь, по нашим программам, мы бы хотели, если бы они пришли бы в автомобильный парк наш, самарский, да, в троллейбусное управление или на автобусы, вот, как раз они бы попали в эту программу, предприятие бы их переучило бы на автобусы за счет государства, опять же, да, даже не за счет наших муниципальных средств, там, городских. И, там, сегодня уже хорошие условия, мы же видим, то есть у нас в городе появляются новые автобусы. Что сказать еще? В общем-то, понимаете, структура, структура, она такова, что действительно очень много подсобных рабочих. Понятно, что подсобные, рабочие, это очень низкоквалифицированные. Да, здесь менталитет нужно менять. Да, здесь надо настолько менять менталитет. Или каменщики, каменщики, все прекрасно понимают, что на него надо тоже учиться. То есть мы и готовы на каменщиков выучиться. Другое дело, что не каждый готов работать зимой и летом на свежем воздухе, зимой в теплой одежде, летом под жарким солнцем. Поэтому люди, безусловно, так сказать, выбирают, нежели, ну, что-то для себя более приемлемо. Хотя там зарплаты тоже неплохие. То есть, если посмотреть, у нас сегодня заработная плата есть и по 20, по 25 тысяч, и по 30 тысяч. Это нормально сегодня, но необходимо, я еще раз повторюсь, квалификации. Банк вакансий, конечно, он такой, что на сегодняшний день, еще раз повторюсь, большинство вакансий, вакансий рабочего характера, рабочих профессий. Вакансий служащих их не очень много. И у нас, если брать, допустим, менеджеров, юристов, экономистов, их стоит на учете в несколько раз порой больше, чем самих вакансий. И, конечно, их трудоустроить нам значительно сложнее, потому что предприятия сегодня не нужны такие специалисты. Уже прошло какое-то перенасыщение рынка. Ну, я думаю, что понятно вот это направление, которое, если кто-то хочет трудоустроиться, нужно все-таки выбрать и менять свою жизнь, как-то приспосабливаться, потому что и условия меняются. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня, ответили на вопросы. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!